Эй, тихо. Я удачно говорю, зашел. Здравствуйте, друзья. У нас сегодня четвертьфинальный матч Тед Капа. Четвертьфинальный, значит, матча будет четыре, точнее, четыре серии, но, скорее всего, последнюю, четвертую я не буду смотреть. Самая главная серия — это вторая и третья, где принимают участие наши, наши, это Фоги и Хошк. Так, поэтому сейчас первый матч разогревочный, 15 Суи против, кажется, Чаймика, если я правильно помню. Чатико отдельный привет. Сегодня у нас комбинированная еще трансляция. Не, не комбинированная. Сначала посмотрим Варик, а потом посмотрим XCOM, потому что я думал, можно будет совместить, но в XCOM прилетел террор сразу, первой же миссии. Я думаю, да ну нафиг, не буду я испытывать судьбу и пытаться на два фронта работать, когда на одну миссию, там, тебе минимум час нужен и постоянно нужно сосредотачиваться. Лучше я сосредоточусь на Варкрафте, на Козле. На Козле, значит, Козел у нас первый. Paradise, привет. Аспирант говорит опять там что-то не то. Ага, сегодня Тед Кассик, праздник какой-то. Привет, Ромео, здравствуй. Фэнг, Фэнг, привет. Пальто там поулыбался котом повыше. В общем, если коротко, этот турнир от китайского профессионального бывшего игрока Теда. Ныне он весьма успешный в Китае стример и проводит довольно регулярно, где-то раз в две недели, раз в месяц турниры с хорошим призовым фондом. В прошлый раз было, кажется, тысяч 17 баксов, в этот раз около 9 тысяч. Насколько я понимаю, призовой фонд формирует либо он сам, либо там совместно с подписчиками. Вот, и на этом турнире принимает участие реально большое количество прогеймеров. Как правило, как правило, это китайцы и корейцы. Но на прошлом, позапрошлом Тед Капе, это, кстати, уже четвертый по счету, если я правильно помню, принимал участие весьма успешно Фо Гетч. На одном он зашел в четверку, на втором он прошел только, к сожалению, в плей-офф, отлетел в 1-4. Но в целом, учитывая то, что у китайцев и у корейцев по пингу ситуация значительно выгоднее, чем у наших, наши играют с пингом 200+, все равно респект, естественно. Так стабильно заходить в азиатские топы, это сложно. Короче, сейчас разогревочный матч. Суи против Чаймико попытался добить Архмак, не получилось. То есть один ставит экспант, это видит... Ой, Арча, 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 что за контроль? О, и недоконтролил еще Чай, посмотрите. Арча-то может убежать. А Футман от прикопки не убегает. Да, Архмак недоконтролил. Немножечко. Сейчас еще минус фут будет, 100% будет. Почему не прикапывает? Почему не прикапывает, я не пойму. Козлик. Второй барак строится для того, чтобы отвлечь внимание. Странно, что прикопки не было. Бамонда Гейм, привет. Даже ополченцев, видимо, придется собирать с Мэйна для того, чтобы отбить барак. Просветку купил АМ точно. Футмэйн и барак рубят весьма хорошо. А, он решил все-таки энтов сделать, а не прикопку. Да, и ополченцы прибегают, видите, как... Ну, рискованно. Барак достраивается, не дай бог. Там еще пара весов подойдет. Или он как-то выкопаться... Ну, вряд ли выкопаться сможет. Придется отменять барак. Придется отменять барак. Он не отменяет барак. Это косяк, конечно. Здесь ради двух ударов достраивать АОФ не было никакого смысла. Макуак, привет. Что-то я аллергичен начал. Надо, наверное, закинуться заранее к Ларитинам, а то я прям умру здесь. Все, закинулся, готов. В целом, конечно, эльф выступает в роли агрессора, но... Просветка минус Арча. Первый Арча, кстати, умирает. Но у него база значительно позже, чем у Хумана. Поэтому ему нужно какой-то здесь урон понаносить для того, чтобы остаться в плюсе. Чем минус Арча. Козел здесь уже непонятно, что ловит. Наверное, просто время выигрывать пытается. Максимум, что он может сделать, это какую-нибудь прикопку и убить какого-то. Магазин достраивается. Не, ну в целом нормально. Там, скорее всего, вторым героем сейчас панду у эльфа уже пойдет. И можно будет... Так как база достраивается спокойно, ее уже никак не отменить Хуману. Разве что похарасить шахту. Это маловероятно против там потенциально третьего кипра. Так что игра переходит в более позднюю стадию, так скажем. Чуть-чуть кипера не хватило до третьего. Выкладывает артефакты, чтобы... Прям всю ману хочет восстановить. А тут такая армия футменов. Арча не уйдет. Здесь никак. Слишком, слишком мало. ХП. Вот, и прибегают футмены. Их много, понимают, что дерево им не срубить, и кидаются на шахту. Задержка шахты это тоже, как бы, ну почти 600 голды, что она почти достроилась. Еще какое-то время не восстанавливает ее, тем более, ну он должен... Стараться, конечно, восстанавливать как можно быстрее, но занят микроконтролем, не успевает. Испа диспелить надо. Не успевает Суи. Ну, не безупречно играют. Чаймика, в смысле Суи, извините. Тут Бо-3? Не знаю, кстати. По логике вообще... Может быть и так, и так, на самом деле. Система проведения... Скорее всего Бо-3, а ближе к... А финал Бо-5. Уже дефенс есть. Не добил. А потому что не успел. Не было дня. Не было дня, только сейчас обзор нормальный идет. Очень хороший Харас сейчас от Чай идет. Прям очень хороший. Он уже где-то косаря полтора выиграл. Недобытого золота. Ну, 9500, а там сколько в шахте у нас? Там 12-ка, наверное. 11500. Не хватает второго героя. Прекрасное количество ресурсов скуплено. Вообще мне нравится как-то это, конечно, мышкой двигает. Потому что, когда ты какое-то время, там, несколько лет поиграл варик, то появляются правильные привычки проверять разные вещи. Проверять грейды, следить за миникартой, проверять тайминги того же самого Т2, проверять количество золота в шахте, для того, чтобы оценить эти эффективные схарасы, например. И, по сути, тут даже мне-то и комментарии не нужны. То есть, вот включаешь китайского какого-нибудь или корейского товарища, просто он тыкает мышкой и всю информацию тебе показывает. С одной стороны, язык ты не знаешь, но тебе не нужен анализ. Тебе, по сути, нужна какая-то инфа из игры, потому что события происходят одновременно. Ну, а всю карту ты охватить не можешь, тебе нужны какие-то точечные моменты. Там, кто где крепится, у кого какой левел, у кого какие предметы, у кого там какая экономика, апгрейды и так далее. Он у нас все тыкает, он все тыкает. Все тыкает и все понятно. Да, и до сих пор вообще ни голды не добыл в этом экспанде, представляете? Прибегает панда, несчастная, реально несчастная на первого левела, ее сразу тут с ногой. Начинает фокусить, отнимает 40% хп. Кипер без маны. Да. Не, финал не сегодня. Насколько я понимаю, они будут играть полуфиналы завтра и финал послезавтра. Или полуфиналы, финалы завтра. Ну, короче, скорее всего, полуфиналы, финалы завтра. Сегодня только четвертьфинальный матч. И учитывая то, что здесь только синглуминейшн, скорее всего, да, они разнесут половинку сегодня, половинку завтра. Появляются первые медведи. Но по экономике, во-первых, 34 лимита сейчас у Суи. Там 50 и еще 1200 голды на руках, при том, что он спокойно затарил еще два свитка лечения. Тут для того, чтобы противостоять грядущей атаке Хумена, а он готовится к атаке, необходимо уже думать о том, как бы получить третью, а лучше четвертую панду. А тут панда только первая. Короче, надо прям очень-очень-очень постараться. Так, друзья, если у вас какие-то проблемы есть, пока там аспирант пытается справиться с Ютубом, на него трансляции последние там пару месяцев работают очень нестабильно, рекомендую вам посмотреть трансляцию на том же самом Яндекс.Дзене. У них появляются первые стримы. Ну, если у вас проблемы какие-то с ГГ, то, может быть, там у вас меньше будет траблов. Аспирант в чате кидал ссылочку. Все, тут уже выход из лимита 65 лимита. Я думаю, что эта игра закончится в пару минут от отличного пуша. И этот пуш как логичное просто продолжение великолепного Хараса. То есть вот ты морочил-морочил голову, не давал противнику крепиться. Ну, и крепится тоже. Не давал ему нормально добывать с экспанды. И все. И дальше у тебя как результат 70 лимита против 45. Ничего не сделать. Ополченцы бегут вперед. Панда даже... Она второго уровня, панда. Второго уровня. Надеюсь, там есть КД. Ну, в смысле, есть став. Став, да, став есть. Ополченцы добежали до экспанда. Тут можно сразу вышки магазин строить. 70 лимитов у Чаймика. Ну и все. Тут, к сожалению, тут уже ничего не сделать. Мортиры очень бодро срубают дерево. Есть брейкеры. Соответственно, Риджуф нормально не работает. Сбил нычку. Не обязательно даже сейчас до конца сражаться. Алия Ка переподписан 20 месяцев. Алия Ка, спасибо за переподписку. Все, это развал. Это развал. Не обязан сражаться, но сражается, потому что его тупо больше. Там в датзаказе еще 7 лимита. Дыхание сейчас будет еще один свиток. Прекрасный тайминг чтения свитков. Медведи остаются вместо 4-х трое, и все они красные. Двое. ГГ. Абсолютно дефолтная вообще штука. Абсолютно дефолтная. За исключением жесткого харасса со стороны Чая. Сразу после того, как он базу поставил, отбился от харасса козла. Справа у нас Тед. Как вы видите, веселенький такой. В блокнотике открыл и написал расписание и призовой фон. Тут все сразу видно. Виваби, привет. Что это? А, есть сетка? На экране у тебя, смотри, сетка есть. Первый матч, соответственно, вот это вот 15 Суи против Чаймика. Дальше абсолютно непонятный человек. Я не знаю, кто это такой. Это какой-то китайец, у которого никнейм в 10 раз длиннее, чем у Хавка. Только никнейм у него длиннее, чем у Хавка. Дальше 120-й против Фогги. Многообещающий матч. Потому что Фогги против Хэппи хоть как-то там тренется. Щегол является лучшим представителем андедов в мире, кроме Хэппи, так скажем. И будет интересно посмотреть на противостояние. Крис Хунта, здравствуй. Сейчас я еще закинусь авамисом. Остатками авамиса надо новый купить. Рядом со мной кот енот. Бастетка, Бастет. Она прячется от жары под кроватью. Ничего не осталось. Но периодически, когда я зову, она выходит. Да, Вастетка? Что у нас там? 120-й резист, говорит. Сильно сдал в плане игры. Ну, посмотрим, посмотрим. Я что-то не помню. Он для меня был щеглом, щеглом и остался. Уровень очень высокий. 120-й на орках будет? Откуда вы это все берете? У вас какой-то инсайд? И вы с эльфа не лучше, как у Хэппи. А-а-а. Он же отрекался от удов. Что? А-а-а-с. Ну, запрыгай, запрыгай, Бастет. Давай, давай, запрыгай. Заглядывай, как можно запрыгнуть. На задних лапах стоит. Давай, Чуд. Бастет, давай. Ладно, как хочешь. Мы с вами заходим в следующую игру. О, там Message of the Day. Он у меня почему-то вылез. Позавчера разваливал в ладере несколько раз, говорит резист. А-а-а. А-а-а. Виваби еще скинул ссылочку на WeLoveWorker. Там пост, видимо, какой-то. 120-й 25-го июня на орках пересел в ладере после луза Лунгуагуа. А, Лингуагуа. Слабак. Просто слабак. Тед старается, там сердечки эти. Ну, прям хорошо работает, эмоционально. Ладно, посмотрим. Посмотрим, что будет. Есть у меня сомнения по поводу Суи, что он сможет против Чай Мика что-то такое противопоставить. Слишком агрессивно Чаю уверенно играет. Это приносит свои плоды. Повторюсь, прошлая карта была мега стандартная. Ну, даже, 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 она, как бы это сказать, там. Ну, с одной стороны, стратегия стандартная, и с той, и с другой стороны, но, но агрессия, агрессия очень сильно Чай Мика выделяла в той игре. То есть, ну, просто не дал нормально работать базе. Мне этой карте, кстати, попроще подпушивать. Экспанд вражеский, эльфы имеется в виду. Непривычно, что не нужно никуда кликать. Я даже мышку отпустил. У меня есть приготовленная кружка чая в стиле Аббера. Буду попивать и посматривать. Ну, хорошо, тогда же заморачиваться не нужно относительно кликов там куда-то. За тебя делает все китаец. Замечательный. Кружка чая, болеем за чаем? Ну, сейчас, пока... Наверное, да, потому что так быстрее у нас придет Хавк. И, соответственно, следом Фоги, так что... Да, думаю, что имеет смысл в кои-то веки не болеть за эльфа. Тем более, он, видите, Козлодой. Козловод, Козлолюб играет за этого кентавра. Парнокопытного. А это значит, любит обузить, понимаете? Вот когда ты видишь Козла во всех мучапах, значит, падок на имбу. Почему Суи не Хумом играет против Хумов? У него Мирор слабый. Я не знаю вообще. О, попытка была сейчас добить. Мне казалось, 15 Суи — это эльф. И всегда был эльфом. Но я как бы и не знал, что 120-й на Орков переключился в конце июня. И работает по эндам сейчас в Чае. И экспант не делает. Футмэна старается отвезти, сражается за нейтралов. Но Оркмак уже наполучал. У него со здоровьем серьезные проблемы. Меньше половины ХП. Еще сетка на фута. А где магазин тайминговый, непонятно. О чем, кстати, сейчас Чае думает? Как он? О, второй уровень получил, тем не менее. Может быть, он хочет на фонтанах подлечиться сейчас. Взять ботинки какие-нибудь, побежать на фонтанчик. И там искать счастье. Потому что great он не делает. Это значит, что он будет все-таки выходить в экспант просто с большим количеством рабочих. Арча нагло будет нейтралов. Те бросаются за футменом. Он спрятаться не может. Так, Виспом. И будет и Пурч, и Диспл. У-у-у-у. Здесь будут серьезные потери. По здоровью, по крайней мере, на этом криппинге. Да и Архмак страдает. Вы посмотрите. Чае, возможно, взялся. Ой, сейчас можно было козла откружить. Минус фут первый. Минус рабочий второй. О, окружите, окружите, козла, окружите, козла. Архмак добил. Ну, в смысле, Хуман добил. Ай-яй-яй-яй. На двух хитах телепорт. Что? Какая аркада сейчас отчаймиг. Он теряет еще одного рабочего. Еще. Куда побежал, дед? Ты че, куда? Куда ты? Нет, он не может разобраться с пачками. Нет, это похоже один-на-один. Куда ты бежишь? Вызвать элементаля просто. Типа отбиться хоть как-то. Еще минус рабочий. Это значит, что у других героев у эльфа нет в принципе. То есть сразу дальше можно не читать, Нэт. Твое здоровье. Ты меня не стригеришь. Ну, бас. Категоризм говорит о том, что ты нубас. Итак. Архмак получает третий уровень. Вместе с третьим уровнем он получает еще 50 здоровья. Ну, и, соответственно, еще там 3,5 или даже 4 инты. Пандорист Кипиваров бежит продолжать Харас. А тут даже рабочие не все здоровые. Ох, минус, минус первый. Архмак возвращается, пытается, пытается отбиться. И вроде получается. Нет, может и вырулить на самом деле. Ситуация, конечно, несравненно лучше в этот раз у Суи, чем в прошлой игре. Но, ну, и Козел пораньше третий, и Панда пораньше появилась. Правда, видите, он играет с одной базы. Он не пытается сейчас догоняющий свой экспант построить, как на прошлой карте. Ну, на прошлой, там, видимо, нейтралы слабее на экспе. И нычку проще построить. Соответственно, тебе ее проще харасить, самому проще поставить, чем пытаться как-то вот нанести серьезный урон противнику. Да, и начал, Козел третий харасит, Панда качается. Ой, рискует, рискует, рискует. Но у него, правда, персонал, конечно, все равно уйдет. Большая бутылка жизни. Все равно хороший артефакт. Ой, нельзя козлу, конечно, перестреливаться и с Архмагом, и с Олемом. Футмены приходят, ловят Арчу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Арча прячется. Сетка не Панда отчаянно пытается убить тролля. Тролля лечит, но тролля Иннерфаер. Да, это сложновато. Сейчас уже зря пытается окружить, наверное, пандарийского пивовара. Где Став? Где Став? Минус Арча. Нет телепорта, кстати, у Архмага. Прикопка на Эмма. Ему нужно на персоналке уходить, хотя, может, и не нужно. Негодует там Тед. Вины пары дыхания. Футмены горят, мажут. Эрик Рэп Херрис, привет. Да, ну сегодня такой хороший очень турнир. Ну, по крайней мере, призовой хороший и наши есть. Данный матч не такой интересный. Для меня, конечно. Ну, я не знаю, как вам. Пока что все довольно стандартно. Ну и не за кого сильно болеть, потому что приятнее болеть все-таки за, там, хавка, фоги, чем. За наши, короче. Даже за хэппи, понимаете? Даже за хэппи. Но он не играет в такие турниры, к сожалению. Найтман, привет. Да не расстраивайся, сегодня будет экс-чем. У нас там сразу с террора начнется сегодняшняя трансляция. Первые медведи выходят, но... Ну и появляется Арба. Ой, как сразу Архмагу плохо. Если бы попал, то не убил бы. Яджи не убивает. Ну, футменов подрезает. Т2. Эта ферма строится как раз под первых медведей. Ну, в смысле, под медведей на лимите 50. Чтобы нельзя было просто прийти третьей пандой и тремя-четырьмя-пятью медведями тыкнуть в базу, сдуть все к чертовой бабушке и телепортироваться. Привет, Славка. Панда крипится. Кипер подхорашивает. Ну, сейчас больше контроля, на самом деле, у Суи, чем прошло игре. Но этот контроль временный. Ну, потому что экспанда нет, и постепенно экономика противника становится все опаснее и опаснее. Нужно арчи убить. Две арчи можно убить даже. Став. А, и одну все-таки потерял. С другой стороны, убил Фута, убил Элементаля, покосал там Архмага. И хорош пока размены у Суи. Третья панда есть. Вот, ну и сейчас нужно что-то придумывать. Но вышек достаточное количество. Бладмейджа можно перехватить. Чемандр, вы же говорили, что с вас достаточная варкафта была провокация. Конечно, конечно. Сейчас я вдруг перестану совсем варкафт стримить. Просто нужно паузы делать. Ай, дрядку. Не подставляй дрядку, надо там урона не делать нисколько. А ты больше половины хп на Элементаля отдал. Пандарийского сразу высасывают ману. Пытаются медведи ворваться. Рык, риджуф, форма. Где дыхание, панды, алло? Панда, у тебя одна задача. Правильно дышать. Вот. Минус первая вышка. Может и продавить. Медведи опасные. Сейчас панда еще разок дыхнет. Вообще красный все будут рабочие. Да, пожалуй, 1-1. Слушайте, хороший тайминговый получается подпуш. Не успел немножко дожить там до брейкеров, до первых кастеров. Огромное количество трупов на экспе. Вышки упали. Не скоординированно, к сожалению, отбивается здесь чай. Но если мана закончится у эльфа, то, может быть, шансы и появятся. Вот пустая панда, например, пустой козел. Хотя на халяву лечения. О-о-о-о! Ополченец тут испортил. Минус... Нейтрал убили Арчу. Медведи пытаются отриджувиться. Косарь на руках. Я не понимаю. Там либо надо базу ставить. Суи. Он там вроде пытается... Да, ставит нычку. Он не может... Законтролился он. Не смог совладать с... Ух ты, бутылка. Не, не отбиться здесь. Медведи 5 человек. Там один рифл, 4 кастера. Плюс арба у кипера еще. Пытается залить. Дрядка должна оболишить уже дисплей. Четвертая панда. Это больно. Сидит еще на лимите 50. 15. Суи. Эй, гиппогрив, привет. Арча спасенная. Появляются первые брейкеры. Арча стреляет. Дыхание. Отставляется... Ай, архмаг под... Как же он улетает вообще. Очень быстро улетел АМ. Гизайма тут совсем плохо. Райфл вытанковывает. ГГ пишет. Чай. Ну, здесь... Что у нас здесь? Здесь у нас большое количество жертв было. При попытке поставить базу у Чаймика. И при этом, при всем, Суи четко шел в Т3. Четко шел в Быструю Арбу, Быстрый Медведи и Панду. И был еще какой-то странный момент на попытке отбить экспанд. Когда три вышки вроде как есть. Вроде как армия с другой стороны. Но он немножко не успел. То есть, если бы... Если бы не было таких серьезных потерь при постановке экспанда. Я имею ввиду Беготня Рабочих, Смерти Рабочих. То раньше был Т2. Раньше были бы первые юниты. Можно было помочь. По крайней мере, помочь этим трем вышкам. Поотбиваться от первой атаки. Потому что по факту вышки отбились... Пытались отбиться... Самостоятельно. То есть, там, рабочие их вычинивать, конечно, хотели, пытались. Но по третьей панды особо не починишь. Вот, поэтому подкрепления, помощи вышкам не хватило, к сожалению. Ну, а причина, почему этой помощи не было, это как раз сдвинутые тайминги Т2, второго героя, первых кастеров и так далее, и так далее. А первая причина — это потеря большого количества рабочих на попытке поставить экспантер. Кимхо. Да, вы следите. Всегда за мной следите. Тут тоже советовать можно, говорит, гиппогриф. Конечно. Конечно, можно. Даже нужно. Орм Липс. Следующая карта. Решающая. Третья. Если здесь, конечно, Бо-3. Угрожающая сопернику Хавка. Да-да-да-да-да. Я не знаю, кто это. Вполне вероятно, что товарищ уже более-менее известный, раз он дошел так далеко. Ну, баскет, ну запрыгивай. Ну, давай. Запрыгивай, располагайся. Ход не проявляет бдительность. Да? Советовать можно? Тогда комментирую Арчу. Совет гоу герою, говорит Волкар. Не-не-не, сегодня... Ну, и потихонечку, герои не убегут. Серия за серией. Стартанули пятую же кампанию за упыря. Вот Умлиз тоже весьма контактная карта. Экспанды, видите, близко к центру находятся, и, соответственно, бежать до экспов очень-очень близко через таверну. Поэтому иногда бывает такое, что ни один, ни другой не решаются вначале втыкать базу, пока не убедятся в том, что это можно сделать безопасно. Особенно это касается эльфа, потому что воткнешь нычку, и она строится значительно дольше, чем пауэрбилдом, рабами. Насколько я помню, пятью рабочими вы базу выстраиваете за 90 секунд или за 100. А экспант эльфийский строится, ну, стандартно, там, 3 минутки. Ну, 2,5, плюс еще прикопка шахты. Как-то так. Я вот не помню точных цифр, если честно. Прошу прощения. Кажется, две минуты все-таки строится база, и еще минуты прикапывается шахта. Ороча строится, соответственно, ближе к трем минутам, если мы берем не шкатулку, которая там за 20 секунд разворачивается. Вот, а пять рабочих справляются секунд за 100. Андейдовская база чуть больше 100 секунд, 110, что ли, строится шахта. Имеется в виду оплетен, вот это вот, не оплетенные, а проклятые рудни. Но смысл в том, что эльфу нужно дважды подумать, перед тем, как втыкать на такой карте экспант, который может быть отменен. Кавир, привет. Я сегодня хотел совместить XCOM с Варкрафтом, запустил XCOM и словил террор сразу же. У меня вроде как есть все для террора, но я понял, что альтабоц вообще не вариант. На терроровской миссии, которая должна проходиться на одном дыхании, там, в течение часа, постоянные замесы, боссы, 20 врагов. И я решил, что нет, лучше я попробую оттянуть неизбежное, но когда оно придет, уже буду полностью погружен. В кружке чай. Чай Куртиз написано, какой-то зеленый. О, Архмак уже рядом с эльфийской потенциальной базой. Застрали энты в пеньке за этими, за скалами. У, неудачники. Да, неловко получилось. Кертис? Кертис. Да, Кертис. Достоевский, видимо, шарит. Козел тоже пытался сейчас подхарасить, но без парентов это сложновато сделать. Обидно, конечно. Но, видите, зато он решил поставить базу, когда убедился в том, что противник отошел достаточно далеко. Хотя время еще есть. Вот Архмак побежал, между прочим. Да и футменов тоже можно брать, и спокойно попробовать эту базу отменять. Футмен немножко заигрался. Наполучал больше половины хп. Ну, в смысле, наполучал больше половины чего. Потерял больше половины здоровья, просто сражаясь с тремя Арчами без прикопки. Но вот она база, которую отменять собирается чай. Дисплей от элементаля для того, чтобы убрать дамаг, но, похоже, этого не хватит. Еще один элементаль. Да, минус футмен. Или хватит? Не, отмена, конечно же. Конечно же, это отмены. Элементаль я потерял, но нычка была отменена. Мало того, что ты теряешь как минимум четверть от стоимости базы, так еще теряешь пропорционально нанесенному урону. Это еще сделали в каком-то бородатом патче для того, чтобы не было табу. Пуза поставил, отменил, с не очень серьезными потерями. Особенно это ощущается, когда ты пауэрбилдом строишь что-нибудь, вкладываешь, там, пять рабочих же в нычку вместо трехсот, там, с какими, сорока. Голды тратят, там, пятьсот девяносто пять, если в пятером строят. Ну, нычка получается раньше, она быстрее окупается. Это экономически, безусловно, обосновано. Но если в этот момент еще все отменяется, то стоит это очень дорого. Ну и плюс, конечно, стоит всегда помнить о том, что отмененная база — это недобытые деньги. То есть вот сейчас наполовину опять эльфийская нычка доделалась, а в тот раз больше половины, хотя динамика там отрицательная, но потому что ее бьют. Это просто минус шестьсот голды, недодобытые. И проще всего оценивать, и правильнее всего оценивать такие потери, наводя на шахту золотую у оппонента. То есть сейчас в третий раз закидывает козел-невод. К тому моменту, как эльфийская база начнет добываться, в Хомановской будет уже выкачано на пару косарей больше. И потому что там был пауэрбилд, и нычка в целом стартует быстрее. И потому что эльфийская база дважды была отменена, и, соответственно, там еще где-то плюс 2,5-3 минуты добычи. Золотая шахта золотая. Подпеваю этому. Я надеюсь, Тед обратит в нужный момент внимание на разницу колоссальную, которая будет. Но пока идет все по сценарию первой игры, помните? Где Чай просто по КД отменял, правда, шахту, а не нычку. Это более лайтовый вариант. Но просто выходить можно после такого. И третий раз отменяется нычка. Кто-то может сказать, ну вот, он же потерял там футмена одного, второго. Но отмена сейчас базы, это где-то, ну, 700-800 голды, учитывая штраф и учитывая, ну, те ресурсы, которые не добудет. Вот, а футмены, поскольку там по 100-130 голды. Короче, это очень больно сейчас для эльфа по экономике. Очень больно. Пандорецкого готов покупать. Даже нагу для более агрессивного пуша. Бедный эльф, ё-моё. Он забил, наверное, не будет нычку ставить. Ну, а как запушить пятью арчами, скажите? Футмены приходят, видят, что нычки нет. Это очень важный сигнал сейчас для хумена, что нужно продолжать строить футов, что желательно бы достроить рабочих, потому что тебя сейчас будут и в хвост, и в гриву пытаться. Иначе... Да-да-да, это попытка сейчас как раз даже нычку пропушить получается. Но это, на самом деле, какая-то невнятная какая-то идея, потому что... Ну, как ты пятью арчами пропушишь экспант? Непонятно. Т2, эксп не ставится. Архмак бегает, ему главное время выигрывать просто. Ну, и как-то отбиваться здесь. Дефенс есть, шикарно. Ну, и футменов нон-стоп надо делать, и всё. Дождаться второго героя, причём МК вторым героем. А чё-то два маздрядки. Снова проверяют Архмак экспант. Там было висп, вышел вроде как даже на строительство, но быстро у него желание пропало строить что-то, что бы то ни было. Магазин отменили. Да нет, это конечный для эльфа, вообще без шансов тут. Ну, видите, контактная карта. Я чему говорил, что сложно эльфу здесь поставить базу так, чтобы её не отменили. Агрессивный хуман. Там косарь на руках. 37 лимита. Здесь, ну, тоже 30 с небольшим у эльфа. Ну, тыкни, тыкни. 40 у хумана. Два героя, там 18 лимита. 30, 28 вместе с... Ладно. Да, 28 где-то вместе с... Нет, не 28. Сколько у нас там? Восьмёрка. 13. 23. 30 с небольшим у него, там 32. Если он не заказал первую дриаду, у него там 32-33 лимита сейчас. Ай, не лагай. Эй. Эй. Причём намертво, знаете, не лагает, не лагает, не лагает, потом бац и всё. Может, это у всех? Жалко, я не могу понять по чату. Да ладно. No. No. Так, давайте я посмотрю, может, где-то ещё что-то есть. Тот стримит, сайт стримит, абузер стримит. Нет, враньё, тот не стримит. А бэкторкер стримит, хорошо. Спасибо большое. Плейер-сворцы are under attack. Спасибо, по-моему, Кубис, с субами. Велико. Да, у Суи, видите, 31 лимит. У него Арчу подрезали, но он дриаду достроил. Арчу потерял на волке. Не, забейте, здесь как бы из чая выигрывает. В Клинте есть игра. А, на Нэтизи есть игра. А зачем я смотрю тогда... Давайте тогда Хошка будем смотреть на Нэтизи. Это досмотрим на Back to Warcraft. Но они играют на Нэтизи. Там чаще всего игры показываются в специальном разделе. Тут, my mom told me that, apparently... Oh my God, he stole the item. Нам. Anyways, my mom told me that a family old secret recipe against a blocked nose Би-ес, это как булл-шит Ну, видимо, он рассказывал про то, что ему там мама или бабушка, я не помню точно Какой-то старый семейный рецепт, как прочистить нос Берешь чеснок и запихиваешь его в ноздри, и все должно, типа, прочиститься Да Радикальный метод, так скажем Ну, сейчас отчаянно пытается Суи что-то сделать Я не знаю, Демон Хантера делает для продолжения, типа, КЗ Ну, 70 лимита на 46 Да, можно сейчас сжечь слизистую, конечно Ну, вот я тоже подумал о том, что у разных людей могут быть проблемы, связанные с чувствительностью и, соответственно, ожогами вот такими Вот бывают такие чесноки, что просто тебе посидишь через силу, а потом наверняка будут какие-то последствия Раздражение, воспаление Довольно опасная штука Ну что, пытается Суи как-то отвлечь внимание от своей базы, но правда в том, что армия чая значительно превосходит его и в силе, и в скорости уничтожения Я уже не говорю про то, что ты не можешь как бы менять экспант на свой мейн, потому что у тебя мейн один, а у противника экспант, конечно, тоже один, но у него есть главная база В крайнем случае он может спокойно тебе разнести большую часть твоей базы, телепортироваться к себе на мейн и там спокойно отбиться Он про имбирь говорил, а не чеснок? Мне казалось, что джинджер — это все-таки чеснок Но я не уверен в переводе, согласен Я не знаю, как имбирь, а гарлик, чеснок, точно Гарлик, точно Имбирь, значит, в фигаре, да? Ясно Точно, гарлик, простое слово Мортирка стоит, ждет, непонятно чего Джинджер рыжий, говорят Да, джинджер еще рыжий Короче, начинается битва у нас Берна 50 Медведи все заслоулены 48 на 74 Неплохой форкет, но там, скорее всего, пара свитков есть Я вижу один, по крайней мере Можно 40 спасать свитком сейчас И с полбрекера можно спасти Он прям... Воооо, очень тайминговый свиток, шикарный, видели? Падает медведь, инвиз, первый брейкер падает Но в целом, размен, конечно, дико в пользу И пошел телепорт Падает брейкер Но в целом, опять же, у Чая хорошее экономическое преимущество Тут проблемы с Мунвеллами Дикие, потому что 49 на 50 Даже при деньгах на руках Вот 700 у него голды на руках Он не может нормально выйти из лимита Выходить сложновато с такой вот базы, когда... Ну, да, ГГ пишет Короче, скоро начнется то, ради чего, собственно, мы... Мы собрались Пара серий с участием Хавка и Фогича Сейчас платформа еще обновится Ладно, тогда я... До Ю закрою И он заработал Где-то там в фоне Слышишь? Хитрый какой, а? Мы тут собрались ради Экс Чома Да, Экс Чом есть Он в Альтабе И там сложная миссия Но это будет после варика, да, Бастет? Посмотрим пару серий Ну что, хороший призовой, хороший турнир У Фогича 120 У Хавка какой-то китаец Мне неизвестный Так, а пароль какой у нас? Пароль? Король? Не уверен Каждый раз, когда платформа обновляется Тебе приходится заново Вводить пас Ну, здесь задержка большая Там идет игра, которая только что кончилась Киперусуи только А-а-а, понятненько. Ну и вкупе, что пока логин еще идет как-то с очень странной долгой. Блэдмастер с каким-то топором доуручен. Тед. Давайте к Теду пока вернемся. Пока тут платформа думает. О-о-о. Так довольно бодренько подлагивает. Ладно, в крайнем случае у нас там есть еще масса рестримов. Не, реально тут как-то, как-то нехорошо. Иллигал реквест, говорит. Иллигал реквест. А что ж такое? Да. Может, у меня в стиме решило что-то обновиться? Ага. Да, что-то качалось у меня в стиме. Ха-ха-ха. Нормально. И поэтому были лаги. Одна из самых распространенных проблем, если что, когда стрим лагает. Это значит, у вас стим решил... Как у вас трансляция? Стрим лагает. Стрим решил что-то обновить. Ладно, у Теда остаемся пока что. Он тыкает нормально. Там что-то уже создали. Следующий матч. Хавк против... 10... Что-то еще. Что же это за товарищ с таким никнеймом? Он явно выделяется на фоне всех остальных. Су-ин. Четыре символа. 120-й. Три цифры. 15 су-и помещаются в два иероглифа. А этот прям... Данные паспорта, наверное, все свои зафигарил сюда. Или это рекламная строка, что типа, пользуясь случаем, передаю привет. Ну что, когда последний раз мы смотрели Хавка? Когда последний раз вы смотрели Хавка? На моей памяти это был очередной 100-баксовый императорский турнир, где Хошик взял одну карту. Это было где-то месяц назад. Дурка, привет. Вот, но сейчас у нас есть возможность посмотреть... А, еще, это китаец за эльф играет. Вот ушастые, развелось их. Вчера в этом же туре... А с кем он играл, кстати? В этом же туре. Кого он замочил? Ну, с другой стороны, Хав, конечно, эльфов не любит, но это расист. Чистой воды, это стандартная тема. Но, с другой стороны, у него всегда отличная практика против эльфов, учитывая Соника, Фогича. Возможно, это из серии, как к вам обращаться. Зовите меня темный бластелин, просто на китайском слегка длинно написано. Любопытно, что там написано. Кстати, каким-нибудь переводчиком можно спокойно заскринить кусок экрана, загнать, загрузить картинку на тот же самый Google-переводчик, и он переведет вам. Либо даже с экрана считать наверняка можно каким-нибудь плагинчиком. Козловод. Еще один Козловод, еще один похожий. Ну, такой же мэчап, но... Появился YouTube. Как же долго Асперан сражался с YouTube. Окей, привет там всем. Смотрим мы четвертый ТЭД Кап, призовой фонд 9 тысяч баксов. И сегодня такая первая финальная стадия. Сегодня стартанул, насколько я понимаю, плей-офф. После там квалификационных групп. В плей-оффе 8 игроков. Сегодня мы смотрим 4 четвертьфинальных матча. На самом деле 3. Я свечнусь после Фогича на X-Chom. Ну, потому что там уже четвертый матч наших нет. Вот. Но мы посмотрим с вами серию Бо-3. Хавка против какого-то непонятного китайца, которого никнейм занимает целую строку. И гораздо, наверное, более интересный с точки зрения баланса, сил, матч. Это Фоги против Щегла, против 120-го. Потому что все-таки, несмотря на длину никнейма, китаец явно не такой опытный, как Хавк. Перевод. 10 китайских игроков слева, справа от лестницы Баранаси. В скобочках слон. А, ну стало понятнее. Спасибо большое, Виваби, за перевод. Ссылку на сетку просят. А-а-а. Надо в Message of the Day добавить, если несложный аспирант. Там тык-тык, копипаста просто делается. Хошку выпадает плюс 3 и плюс 3. Плюс 3 силы, плюс 3 армора. Великолепное сочетание артефактов для повышения выживаемости. Сетка в новостях на ГГ, кстати, тоже есть. Опа! Опа! Да, я видел новость о том, что наши там прошли. Там протектор строится прям под боком. Как будто противорка играет. Эльф? Охренел, что ли? Ну, вообще протектор великолепно зайдет. Ну, потому что Хавк играет, как будто просто в экспант играет. И, как следствие, он этот протектор не проверяет. Это мега нестандартная вещь. А там Хантреск пошла уже первая. У-у-у-у. Ладно, посмотрим, что можно тут сделать с Пингом. Путмен сразу пытается убежать на него, тратить прикопку. Козел без маны уже. Триэнта рубят. Ополченец еле живой. Прибегает первая Хантреска. Ё-моё, тут такие жертвы будут. А потом будет продолжение еще в виде... Кристалл Болл, ес! Нам выпадает фирменный, просто сигнатурный артефакт. От нас теперь не спрячешься, понял? Блин, Кристалл Болл падает опять. Хошку? Хошка доводит козла до изнеможения. Да, и пошел, пошел смайлик. Просветка! Вот кто скажет, что Кристалл Болл плохой артефакт? Минус Арча прям сходу. Подблочь Хантреску. Ну, ё-моё. Да, тут можно ливать уже китайцам, потому что шансов никаких. Но если серьезно, протекторы выходят. И вот первые два кота с козлом могут... О, окружить кота. Дерзко. Дерзко. Но не получилось. На Кристалл Болл у Хавка изначально был. Архмак сразу из алтаря выходит с Кристалл Болл. Выберите свой артефакт. Как в героях, да? Выберите бонус. 3000 золотых. Базовая логистика. Или Кристалл Болл. Опа. Кошка проверяет там какую-то... Видит протектор. Оу-оу-оу-оу. И протектор уже доходит. Просто доходит до мейна. Офигеть. Начинается. Минус рабочий сразу. Ополченцы выскакивают. Хавку пытаются отбиться с ополченцами. Ну, рабочего доконтраливать надо было раньше. Ой, какие жертвы. Минус один рабочий. Протектор вытанковывает как царь. Минус футмен. Ну, минус протектор. Протектор дорогой. Коты отвлекают с другой стороны. Катастрофа. Кричит. У него такой голос высоты. Они не брезгуют выходить вообще в головной регистр. Китайцы. Это первая октава у нас там где-то. Короче, тяжело сейчас, кошку. Третий Кипр будет. Еще вторая нага. Катастрофа, да. Кота-строфа. Кота-пульта. Кота. Кота. Блин, было еще какое-то строю. А, катака у нас была еще. Катака. Катака это тоже атака-ката. Катака. Катаклизм. О, катаклизм. Ой, как много смысла в этом слове. Пытается кошка кружить. Почти, но 200 плюс пинг. Гад контролит котов на последних секундах, на последних хитах. Катамаран. Ой, блин, катамаран. Вот это, вот это находка. Крути. Крути педали. Ката-фракты. Привет, Рауч. Да, опасно сейчас. Но коты, они такие. Их век недолг. Если тебе удается отбиться, то ты отбился. Понимаете? Потом коты этим мертвым грузом висят. И ищи, привет, спасибо. Ну, надо как-то, конечно, да, не теряться здесь. А Хавкс, не знаю, зачем здесь сражается. Честно. За одного кота. Ну, конечно. Один хит. Сразу видно, что у кошка есть проблемы сейчас здесь с контролем. Блин. Беги к магазу, к тайминговому. Ну, где он? Надеюсь, он еще строится. С дрядками будет подпушивать. Пошли протекторы. Да, магаз есть, все нормально. Ухиливается АМ. Нас будут пинчить, пушить. Поджимает козел. Эльфийский нас. Катафалк. Тоже катафалк отлично. Да, много-много хороших слов на кота. Но в данный момент катастрофа подходит лучше всего. Просто заметьте, насколько замедленная сейчас реакция получается у кошка. Не сражайся здесь, не надо. Остановись. Не надо лезть. Не надо лезть. Вот как он добивает, например, элементарий. Это все пинги. Маутон Кинг. У нас с лесом проблемы, поэтому мы не можем построить, к сожалению, арканку. А нам нужна арканка. Есть выход Т3. Но эльф какой-то вообще. Эльф такой. Не то чтобы блаженный, но он играет не совсем стандартно. И под него надо подстраиваться. Использовать то, что он вкладывает до хрена всего в непонятно что. То есть 5 хантреста халява. Протектор под боком. Это халява. То есть проверяешь, и у тебя плюс. Такой медленный Т3 без экспанды тоже халява. То есть окно хорошее у хавка есть на подстройку. Но если вот так юнитов терять, подрезать, если от протектора плохо отбиваться, то да, то проблема. Все заключения. Нет, тут, конечно, минус кошка. Увы. Ну а как? Ну, ввязываемся в сражение. Против хантреста и дряд вообще лучше не сражаться. Ну пока, чем дольше ты не сражаешься против них, тем лучше. Пусть рифлы копятся, пусть кастеры копятся, но хошка урывается, отбиться пытается. Вызывает Алема, ополченцы идут вперед. Рифл отдается очень быстро. Странный молоток в козла пошел. Энта уже по три человека выходит. Первый только строится, видимо. Нет, слишком серьезные потери, так нельзя делать. Окружает ногу. Ломает, ломает ногу. У нее инвул 7 секундный. Такая вот беда. Было бы неплохо... Было бы неплохо увидеть артефакт перед окружением. Но я бы вышел. Прячется Нага. Блин, мы вспомнили про Crystal Ball, нормально. Ой, там такой кривоватый эльф еще, блин. Первый медведи появляется. Ладно, у нас есть минуты полторы. То, чтобы восстановиться и суметь что-то подстроить. Косарик голды у эльфа. Supply Block. Он, знаете, он играет как ремайнд в 2000 каком-то там бородатом вообще году. Только вместо козла нужно ставить Demon Hunter и все одно и то же. То есть вот это вот один барак. Первый Demon Hunter, вторая Нага. Вот эти вот 3-5 котов. Лорницы посидим на дриадах, построим с одной базы. Если подрежем человека, если он будет отдавать юнитов по одному, то нормально все, то мы доживаем до медведей, у нас все отлично. Но, блин, это такой древний стандарт, который себя уже изжил. Ну, потому что люди, как правило, научились идентифицировать котов, научились сражаться против них, точнее, не сражаться против них как раз. Но Хавкн отдавал, к сожалению, очень много мелочевки в процессе. То есть он отдавал футменов, он отдавал рифлов. Он не был готов к протектору, хотя, наверное, сложно найти человека, который был бы готов к такой ситуации к протектору. Это орки чекают против козла у себя под базой. Всегда, просто всегда. Дирижабль, неужели? Неплохо. Погнали. На две городовские вышки. Я полетел бы тоже. Ну, скинь ты кота, возьми. Да медведя возьми. Ну, медведь! Медведь, алло! Там битую дриаду вместо... Ты че? Ты че? Ты че? И идет дроп. Опаснейший дроп. Энт и в бой. Вышки про контроль. Вышки в дрядку, бедну. Ну, бедну дрядку, хошка. Давай, оп. Пошел стрелять. Оп, в дрядке пошел. Оп, видели? Оп, оп. Сразу, сразу минус дирижаблю можно сделать. Ой, какой ты не очень просто. Извините за это. Просто вот это вот. Не стоило этого делать. Ой, эльф, какой Валерий. Хавк. Смотри, какой он Валерий. Просто ушатываешь его. Ну, шшш. Что еще? Закрой его фермой. Закрой фермой. Лови медведя. Ну, лови медведя. Ну, я, я, я. Блин, я котов пугаю своих домашних басточек. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Все, папа не будет ругаться больше. Вылавливаем медведя. Ну, посмотрите на эльфа. Ну, реально такой. Что это? Что это такое? Все, это сейчас камбэчное будет. Нельзя. Вот сейчас Хавк просто все понял. Он все понял сразу. По вот этим вот кривым действиям эльфа. Какие кривые действия эльфа? В дирижабле непонятно что. Красные ряды вместо медведя. Он, хотя был на базе, наплевал на две гвардовские вышки. То есть его не остановил тот факт, что база уже более-менее укреплена. Что там стоит две вышки. И как бы дроп, ну, не очень разумно. Потом этот кривой контроль, типа, очень поздно среагировал дирижаблем. Начал собирать. Понял, что все не соберет. Начал улетать. Понял, что не улетит. И это дотекание еще. Короче, он зевнул там раза три. Просто во всей этой атаке. И Хавк по этим зевкам понял, что играет он против какого-то нубаса эльфа на самом деле. Который, конечно, на своей волне. Но ему его надо ломать. Свиток, великолепный, Хошки читает, спасает рифла. Спасает второго. Клэп, Нана. Все, и эльф себя вот такой вот атакой, считайте, просто, ну, проявился. Он сдал свой уровень. И Хавк сейчас уже должен играть от позиции, типа, я этому товарищу проигрывать не должен. Ну, это просто был ряд косяков. Понимаете, просто ряд косяков. Просто подарок, подарок. Вот все, у него медведи уже на точке сбора, через центр идут. Ломай его. Просто ломай. 40 лимита. Кто это такой? Котов настроил, думал, самый крутой. Домой через пару минут отправиться. После первой карты. Уже все, кассл пошел. Найс. Это чай. В стиле Леши. И сейчас он со своим козлом, со своей нагой, со своими остатками армии и будет думать, как отбиваться от 70 лимита Хумана. Которому не обязательно даже ломиться, потому что экспандового альфа нет. Он спокойно делает Т3. Короче, все. Ну, начало было очень жуткое, конечно, для Хошка. Хошка выходит в центр, ставит третью базу. Все, он понял, насколько был неправ в начале. А, это сапплай блок, тебя поздравляем. Вышел, решил выйти из лимита 50. Выйдешь в другой игре. Какие мунвеллы, гениальные от эльфа тоже. Вот хрена с два, он с этими мунвеллами нормально отобьется с той стороны. Представляете, как медведям будет стремно выходить просто вот через это все. Проходить через это все. Ему нужно обходить все справа и нападать с другой стороны. Хавк, правда, ломает, неохотно, но ломает мунвеллы. Мортирки лупят. Давай дисплей элементов. Бах, бах. Спасибо за экспу. Спасибо за руду. Вышки в центре делаются, рядом с бараком, с протектором, еще с чем-то. Медведи пошли вперед. Где МК, когда он так нужен? Налог, где Клэп? Клэп, хривой на четырех, на трех юнитов. Не, на четырех, нормально. Чуть-чуть перегруппироваться вправо, да, перекастовать. Еще один Клэп в кучу. Отлично, свиток лечения есть. Можно свиток, нужно свиток юзать? Или не нужно? Пока держится хошка. Вот сейчас свиток, чтобы брейкера спасти. Ну, брейкера спаси. Отконтроливает брейкера. Свиток, инвул. Все красное. Свиток, шикарный. Гэгэп пишем, выходит. Просто эльф, ну такой Василий. При всем уважении к Василиям, друзья, но он... Видолец поддержал ваш канал на 100 рублей. Что случилось в наших лесах? Что случилось в наших лесах? В наших лесах эльф неопытный. Таких надо ломать. Вот. Если коротко, конечно. Хумену очень сложно играть против эльфов в принципе, потому что там обилие самых разных стилей. Если, конечно, играешь против известного ушастого и знаешь, к чему можно подготовиться, то ок. Но если вам выделить более-менее сильную, сильных, там, тройку эльфов, с которыми вы никогда не встречались, ну, вдруг, я уверен, что Хавк с этим товарищем не встречался, они вас реально могут удивить вот такими вот темами. Посижу по настрою Хантрес, посижу по настрою Дриад, поиграю агрессивненько, половлю. То есть человек может сыграть какую-нибудь мега-древнюю стратегию, которая, типа, уже не очень эффективна, но если ты уже подзабыл, как против него играть, или карта там подходящая, или ты давно, в принципе, не играл против нее, то ты можешь на ошибаться и растеряться, короче говоря. Вот. Но эльф, на самом деле, этот не очень. Ну, не очень. Может быть, он сильно волнуется, но в определенный момент он просто... просто посыпался. И я думаю, для Хавка он уже стал понятен. То есть он знает, как ему не зафейлить вначале, что нужно проверять протектор на всякий случай, что желательно не сражаться по возможности так рано против Хантреса Кипера, то есть не выходить на Мурлоков непонятных, когда у тебя уже есть третий уровень, футменов не терять. Стараться не сражаться до появления Маутан Кинга. Если сражаться, то сразу с ополченцами, чтобы сразу отбиться, а не терять там по юнитам, по рефлу и так далее. То есть главное пережить вот эту вот стадию, в которую эльф, на самом деле, инвестирует большое количество ресурсов. Потому что коты, повторюсь, они дорогие, во-первых. 195 стоит. Их век очень недолг. Очень недолг. То есть вот эти вот пять котов, когда у вас появляются первые рефлы, третьи элементали, когда у вас появляются первые кайстеры, они слишком быстро рассыпаются по сравнению с тем уроном, который, в принципе, могут нанести. Вы же тут не играете совсем в масс котов с чакромами, с грейдами, с экспандом, как вот эльфы делают против арков. Ну, по своей причине, потому что у арков все-таки нет... Ну, хотя, может, может, через фаст цеху первые змейки еще можно как-то сыграть, чтобы быть абсолютно похожим на архмага на третьего. Ну, и другая история этого, из разряда фантазий на тему. Короче, я думаю, что в этот раз... Что такое? Кто там? Кто? Кто мяукает? Басточка. Это ты мяукаешь, девочка моя. Давайте. Да, 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 я понял. Молодец, моя девушка. Она мяукает раза четыре в день и всегда по делу. Вот. Я думаю, что на этой карте просто Хошк фазу первую исправит. Он уже понял, что эльф не такой прямой, каким мог показаться в первой половине прошлой игры. и что с ним просто нужно играть аккуратнее в первой фазе. И все. И дальше эти инвестиции в пять котов и там в три-четыре ранние дриады. Они... Ну, вспомните, как как Суи играл против Чаймика, когда выиграл. То есть там прям тайминговый выход в медведей без котов с одной проходящей дриадой, с одной проходящей дриадой, чтобы все четенько там успеть по атакам, по тайминговым. Просто если вы возьмете, например, медведя за там сколько? 200... Ой, не помню, сколько он. 255-245 стоит. И кота за 195. Понятно, что медведя ты должен еще вложить дофига. Ну, грейды сами недорогие, но Т2, Т3. Правда, Т3 делится еще, что ты на Т2 покупаешь героя второго. Это хорошее вложение тоже. На Т3 ты покупаешь арбу, которая, естественно, тоже мега-мега ценная. Но в целом, если ты доживаешь уже до медведей, его эффективность, учитывая рык 25%, риджув, а ему еще добавили ману с двумя риджувами. Так, ну или сейчас действует вообще по-другому. Или сейчас сразу ставят экспант, чем меня немножко настораживает. То есть, как бы сейчас вот этот вот сейфовый стиль хошка, который может играть несколько, ну так, не то чтобы зажато, но аккуратно после прошлой игры, как бы эта база его не застала врасплох. начнет сейчас жаться, проверять протекторы. Это минус нычка у Хавка. Да, опасное начало. Вовремя пришел козел. Отменил базу, гад. Лес не хватает, хватает уже, не хватает, хватает. Ну, Хавк, ты чего? О, это грубая ошибка. Отменил, не отменил? Отменил. Блин, ну это косяк, конечно. Просто косяк от хошка. Вы видели? Дешево развели. Куда он пошел? Мурлока добивать, что ли? Я не понял, куда он пошел? Что происходит? Происходит непонятное. Я не ожидал такого поворота судьбы. Сейчас еще третий раз отменят, там же 4 арчи, алло. И наинтов хватает. Пошла база. Лев пытается... А, пыталась аркмага окружить. Не, ну это вообще прохладно. Все, третий раз. А, не факт, не факт, может отменят. Смотрите-ка. Аркмаг возвращается, прикопки нет, футмены, не, нормально, должны справиться. Кристалл бол нам не выпал на этот раз, да? Он же попадает на этом, на этом респе. Правильно? Правильно. А, нет. Пятанта фенеджи. А, выпал все-таки кристалл бол, да, в Ивабе? О-о-о-о! О-о-о-о! Тед сморгнул Он что-то свое объясняет по поводу постановки экспанта Что там прятался, а здесь если ставить, то близко находится, бла-бла-бла Там был такой маневр хороший, отхавка четырьмя минутами окружить Ладно, с горем пополам мы нычку поставили Но проблема в том, что там экспант по такому же таймингу А это значит, что у нас фактически нет преимущества Даже наоборот, я бы сказал Из-за двойных отмен у нас значительно позже будет Т2 Значительно позже будет второй герой И сейчас еще эльф очень хорошо крепится в центре Не-не-не, эльф непрост Эльф хоть и на своей волне, но вообще непрост Явно он понимает, что делать Так что, скорее всего, у него в прошлой игре было что-то вроде нервов в середине игры Которые перевели к тому, что он просто, просто растерялся И это зааффектило большое количество действий его Повлияло Хавкон падает даже там, где не падает остальные Плюс девять агилы сейчас у кипера Хоть Димку бери с такими артефактами Хошк бежит, пытается подхарасить экспант Там даже шахта должна была быть уже прикопана Барак можно убить Да, футмен видит, что нечего ловить на экспе Козлик не третий, но ему осталось совсем немножечко О, он демоны реально делает Молодец какой Ну там алтарь светится Ты либо по тму делаешь, да, под агилу Не, ну конечно там демон хантер Арчей миллион Полдюжины Что там у Хавка? Дефенс интересный есть или нет? Виспо выводит О, сейчас третий уровень получает козел Ой, Хавк понимает, что лучше с ним не сражаться Ну козел фуловый с помани С третьего уровня Бегите, футмены, бегите Ай, блочит один другого Ай, тот другого опять подрезает Ай Ладно, одного футмена продали Найт Госус Айфон, говорит, майкер Варкрафта Как Дэниел Рэдклифф и Гарри Поттер О, наконец дождался новой части Сто лет не слышал Не слышно было Найт Госу, Беляк, добро пожаловать Кстати, пользуясь случаем Хочу сказать тебе и товарищам Которые пользуются приложением Возможно старым в App Store У нас есть приложение Good Game X Новое, так и ищется в поиске Good Game X Без рекламы, без всего С хорошей функциональностью Очень шустро работает Там новые селекторы смайликов Функции там Picture in Picture, еще что-то Короче, очень хорошее приложение Рекомендую Берите, ставьте Бесплатно Без рекламы Все доступно Все для комфортного просмотра Good Game X Кричков пытается отменить хотя бы одну лорницу Отчаянные попытки Может отменить, конечно, но Веспов нет Он тогда отменит лорницу Без рекламы Без рекламы Прирекламирован Он сейчас хорошо ухошка работает Пока там Димка качается У него 9 агилы Реально это очень хороший бонус 18% к скорости атаки 9 к урону Еще армора почти троечка добавляется Ааа, перебил Еще одна отмена Молодец, хошка Он пытается выиграть Себе времени, ресурсов Привет, а у пауков урона счетов не возвращается? У всех возвращается, кто с персинговой атакой У всех Кто способен стрелять Персингом Возвращается Отравленные копья Дриад вон возвращаются Паучки к паукам возвращаются Не видно, но возвращается Кортечь от рифлов Очень быстро возвращается, надо сказать Айсвин говорит Тейн о главном экране Плюс скачивание про приложение Ааа Ой-ой-ой Арчу теряет Странный криппинг сейчас идет от китайцев Ретаргет сделай, Арчу потеряешь Сейчас Нет, не успел Но тут колоссальные проблемы просто у Арчей Если б не Хилварды Все б передохли Экспресс-методом два барака Рифлы Любит Бладмейджа Хошк Говорит, что этот герой Универсальный Да и на самом деле Против такого Димки Брать МКУ Того же самого Это какое-то самоубийство А Бладмейдж будет даже Несмотря на Дрейн Периодически работать Добил своего Элементали Дима Третья Все равно он страшный Капец Настоящая угроза Худмэн с дефенсом Димка отступает Кристал Болл на этот раз у противника Не знаю, хорошо это или плохо 2400 золота У Эльфа Он пытается решить проблемы С Лесом Шреддером И решит Но сейчас, конечно У него есть траблы Правда, он все равно Сидит на лимите 50 И Выгодно сидеть на лимите 50 Пока тебя не убили То есть логика очень простая Если можешь сэкономить И при этом не умереть Надо экономить до конца Димка без маны Кто у кого должен ману высасывать, да? И два футмэна Вот буквально два футмэна До появления медведей Останавливают армию Представляете? То есть никому не хочется вообще лезть Флеймстрайк Оооо Престы, диспелли Там лечат, спасают Рифлов Ай, Хошк, молодец Отконтраливает прекрасно Пошли первые медведи А что у нас по По лимиту Мы же уже вышли Мы же уже идем Пушить, да? Ох, опасный момент Нам бы Его запушить до того, как он Да Вот в идеале нужно Эти мануэла снести И тогда Элиф будет богатый И мертвый Он умрет Но кажется, мы не успеем снести Мануэлярсы Мануэлы достроились Ай-яй-яй Ну, Хавк понимает, что сейчас как раз Тайминг выхода врага из лимита То есть Если ты достаточно много будешь урона наносить Ну, больше, чем он успевает производить То, как бы, тайминг все равно шикарный Флеймстрайко Ооо Ооо Пять вышек делает сразу на экспе Хавк пришел сразу Говорит, что он пришел с серьезными намерениями Вот Козла давит Козел выпивает ману Тебе решать стелепортироваться? Не, нормально Ну зато 1800 и медведев в этом В очереди по 2-3 человека в лорницах у щегла Не, нормально Хавк в топ-4 Ну тут как бы 70 лимита, давай Тремя медведями меня убивай Нет, в смысле не надо убивать, но попробуй Вышки делаются, их нельзя игнорить Позиция такая, что сейчас Смотрите, энтов опять вызвал Что сегодня у эльфов какая-то проблема Что у Суи, что у этого китайца Они вызывают энтов На нервах, короче, на нервах В лесу вызывают Сейчас вышки доделаются 2-3, ай, 4-4, ай, ну ай Все, пошла магическая вышка Медведи сгорают на работе Ругается Тед Еще гвардовская вышка готова Ну все, конечное Надеюсь, китайцу часть средств выплатят Из накопленных в качестве компенсации В дополнение к призовому фонду А призовой там 9К и проигравший уже 300 баксов заработал Там залетал в комментарии наш этот тролль-помидорка Говорил, типа, Хавк заработал 300 баксов, молодец Ну и имея в виду, что дальше он не пройдет Вот, но Хавк доказал Что 300 баксов это не предел Все, вышки уже не дадут нормально здесь эльфу посражаться Лимит прекрасный Максимум, что можно сделать, это идти в какие-то размены Но Хавк обычно такие вещи не поддается И четко реагирует И нормальной защитой, и выводом рабочих И быстрым убийством экспанды И переходом на мейн Короче, это тупиковая ветка развития Для эльфа Если адекватно хуман реагирует в такой ситуации Ну он пытается развести, но забейте Это проверка на дурачка А Хавк далеко не дурачок Ну рефлов не отдавай, Хавк Ну что ты делаешь? Ладно, рефла Рефла одного отдал, но это мелочи Все, точку сбора поменяли Экспанту шатали Не знаю, имеет смысл телепортироваться или не имеет Я бы все-таки, наверное, забил на мейн Пошел бы к нему на мейн А че? О, нет, телепорт пошел, да? Ай, нанэ, нанэ А что по телепорту? У эльфа вообще есть телепорт? Есть телепорт Ладно, мы развели телепорт на телепорт Еще медведя приговорили одного Так что неплохо И главное, сейчас не стоять на месте Просто сразу бежать, 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 бежать Потому что у эльфа сейчас будет одна задача Точнее, две Первая задача это потратить деньги, чтобы выйти из лимита Чтобы хоть как-то иметь возможность сдавать сражение Но это маловероятно, потому что ему еще один-два мануела нужно сделать И второе, ему нужно выиграть время То есть какими-то разводами пытаться вот такими атаками Но хавк уже в центре Доброе зло говорит Здравствуй, макер, а что китайцы всю дорогу на себя орет? Мы вместе комментием Все нормально Да, сапплай блока решил сделать грейд Это правильно, 1400 голды Тайминговые грейды 1-1 на медведя идут Ну вот Смех смехом, а у него не было возможности Из-за отсутствия леса сделать вовремя грейды Но это все следствие хорошего хараса от Хошка Потому что если вы как бы играете и развиваетесь против компа То вам нужно несколько игр для того, чтобы понять, сколько нужно виспов Чтобы на все хватало Вот И если вам их трогать не будут, то все отлично И то не всегда ГГ 2-0 2-0 Так вот Следующий матч гораздо более интрижный, на мой взгляд 120-й против Фоги Но, во-первых, надо поздравить Хошку Потому что он вышел уже в топ-4 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 При том, что Список игроков Давайте полный список игроков посмотрим Фокус был Ла-лайт был Чимика есть, 120-й есть Сок был Это тот вообще Тед Кап? Алло Нет, это не тот Я смотрю Тед Кап Это не тот Тед Кап Подождите Сейчас, погодите Кто был? Чимика Фов Фокафов Нет, это неправильный Фокафов Это какая-то китайская поделка Фокафова Ксяукай Ну да Китайцев больше А, Thunder был Хавк Thunder вчера катнул Элис Его Фогича катнул вчера Ла-лайт был Со 20-й катнул Ла-лайта Ремайн был Ну, Люци, понятное дело Ну, в целом здесь нет Линамуна И все Ну и Хэппи по понятным причинам 200 РМБ Это 30 баксов А не 300 Говорит Дрешка Что? Ну, там не Там не 200 РМБ Там за 5-е-8 2000 РМБ Где ты видел 200 РМБ? 200 это 9-16 5-8-2000 А так Хавк уже в топ-4 Он выиграл 726 баксов На данный момент То есть гарантированно уже По Хэппи непонятно по каким причинам Пинг И То, что китайцы Организаторы часто задерживают Или даже не выплачивают призовые Я не знаю по поводу Теда Насколько он Ответственный организатор Но Вот Что такое РМБ? Ну это юани, кажется Это китайская валюта Все же гуглиться Да, китайский юань Так, следующая серия От 120 Фоги Собственно, Сойн Ли Сфера Смотреть не будем Перейдем благополучно к Икс Чому Икс Чому через сколько примерно хотя бы? Варвара, я думаю через Часик Потому что Скорее всего Нас ждет три игры Потому что противники достойные Ну может быть, конечно 2-0 или 0-2 Черт его знает Но Они Они близки По По скиллу Но я бы Поставил на Фоги Не из-за альфийской Какой-то солидарности А думаю, что Вот это вот состояние 120-го Что он там переключился На орков В конце прошлого месяца И в целом Что у Фогича С андедами Ну Практика большая Думаю, что Шансов у него побольше Будешь комментировать Фоги? Ну да, я только что сказал 120-й полдня на орках играл Ну посмотрим Посмотрим Какой раз поставили Начало 120-й Вот эти вот Сомнения Templar говорит Когда уже будет фа-фа Ну на ютубе Такое количество фа Что РМБ Перевод Рен Минби Народная валюта Официальное название валюта Китая Понятно То есть Хавк в топ-4 А там можно топ-8 Составить таких игроков Что Ну как бы тебе Пока что Что Хавк Не должен Ну в смысле Он не пройдет Он прошел Красава Красава То есть фактически Не было только Лина и Муна Игроки уже готовы Ждут скорее всего Только Апсов Я не узнаю Я не узнаю по аэроглифам Расу Пошел обратный отчет Понеслась Ну что ж Здесь я с вашего позволения В любом случае Буду болеть за Фогича Два аэроглифа Два аэроглифа Похожи на Орка Слишком короткий этот Андетт О нет Щегол играет за Андеттов Так ладно Почему Щегол Почему такое неуважение К игрокам Закрепляется просто Когда-то Когда-то 120-го спросили Гроулер подержал ваш канал На 100 рублей И сообщает Так Миша только пришел Сейчас запущу стрим Сначально Давай Хорошего настроения И приятного стрима Спасибо, Гроулер Орда Не в этот раз Когда мы еще Фанатели от Хапача 120-му На интервью Задали вопрос Из серии Кто лучше Ты или Хэрт Это были 2 топовые Андетта И до сих пор 2 топовых Андетта Мира Вот Он сказал Что у Хэппи Отличный контроль Но зато У 120-го То есть у него Страты лучше Вот После этого он показал Свои страты Отлетев там пару раз От разных игроков Стратегии нас не впечатлили И Учитывая его возраст И дерзость Он был Наречен Щеглом И отныне Им остается Учитывая возраст 26 что ли лет Он все еще И Эта ситуация не изменится Потому что возраст растет И у нас И у него Для нас останется щеглом Дерзким Вот Но тем не менее Он молодец Вот Скиллчанский Беляк такой Хей Привет Добро пожаловать Всем новоприбывшим По примачку О Доди До С телефона Нормальный день К ним Удачно Я приготовил себе Курочку В сметанном соусе С грибочками Грибочками А Грибочки Грибочками Квас холодненький Холодненький Тут Варкрафт Ура 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 Доди До Здравствуй Да Тут хороший Варкрафт Потому что Ну Что Фоги 120 Фактически Где-то топ 2 Эльф мира Против топ 2 Андеда мира Хотя по поводу Топ 2 Эльф мира Можно спорить Потому что Вы берете Муны Вы берете Colorful Ла-ла Это Фогича Закидываете их В одну группу Они играют Там бо 5 Друг с другом И непонятно Вообще Что там будет Потому что Там скорее всего Будет счет Всегда близкий Из-за Мироров Очень сложно Понять Кто И ты же Точно все равно Не можешь сказать Что Если у тебя Мирор Хороший Ты не знаешь Что ты топ 1 Эльф А это Чистый пинг Вот это Чистый пинг В дефолтной Ситуации Не задиспеленный Висп Это чистый пинг Вот То есть Тут можно спорить Для кого-то Мун Будет всегда топ 1 Невзирая ни на что Например Для меня Вот Диспл Ой Прицелился Кривато Прицелился На самом деле Добить Почему нет Ой Щегол Тут накосячить Мог ДК Подставляется Это же минус ДК Просто минус ДК Офигеть Ты наглый Второй Значит минус Второй ДК Прикапай Пара Уууа Домой А, ты уже дома Минус второй ДК Не, ну я бы вышел Сейчас еще Минус пара Гулей Будет Не, ну это Дерзко было Он вытанковывал Лицом все Просто что только Можно было ДК О, Схитлчанский говорит, все время смотрю на ютубе, не могу понять, как это тут пишут и все обсуждают Вот прям напрямую попадаешь к комментатору Да, да, смотреть на ютубе, это как будто смотреть видосики в записи А с чатиком появляется интерактив, можно писать, можно общаться, можно фиво получить Вообще начало очень плохое, конечно, 120-го, не надо быть аналитиком для того, чтобы понять, что все плохо Фогич еще долгое время не будет давать противнику ставить на халяву базу, пока у него козел жив, пока Арча здесь Он еще с котом подбегает Второй барак, аааа, чтооооо? Фоги Поги, Поги, как сказали бы китайские комментаторы. Поги! Решил улынить с двух бараков котами. И верно. Почему? Потому что... Потому что там тоже ты один. Потому что мы убили вражеского героя, потому что у нас преимущество, можно его закрепить. Догрызли гулю свою. Сейчас еще минус гулька будет. Оп, Поги! Поги! Контроль! Как же страдает. Решил не лечить, потому что Койл мог не долететь вовремя. Осекся, кстати, молодец. 120-й. Пытается окружить кота. Кота не трожь. Виспы. Диспел. Поги! Грейт на атаку. О-о-о! Попытка окружить кота. Поги контролит. Да, и сейчас можно... Надо сейчас Виспух только взять, опять же. И готовится протекторы строить. Да вы его продавить можете просто. Не прочитал, что здесь коты. Рач к среде поддержал наш канал на 200 рублей. Еееееей. Михаил, здравствуйте. Я ем. О-о-о! Удачного стрима меньше, чем три. Спасибо тебе за поддержку. Некоторые товарищи действительно решают спустя несколько лет выходить из Сумрака таким образом. Рокс Райд. Болеем за Фогича. 200 рублей. Блин, на 200 рублей можно... Всё. Четыре виспа идёт в атаку. Пытается подкрепиться здесь на халявку, теряет ещё одну гулю. Уже понимает 120-е, что четыре кота не могут выйти так быстро из одного барака. Это какая-то магия. И понимает, что, возможно, придётся вообще отсюда сваливать. Потому что... Ну, потому что... Протекторы пошли. Я не знаю, зачем протекторы. Тут вообще можно продавить было. Хотя новые гульки подходят, наверное, для этого. О, нет, там много народу. Пок. Поги. Пытается окружить кота. Кот заморожен. Пытается выскочить. Но пока кот бегал, кстати, хороший диспл, во-первых. И он выскакивает в слоу-моушене, такой жух, жух. Пока он бегал, коты-то стреляли другие, понимаете? Деку окружают. Окружат ли? Окружают. Козла окружает. Но у него персоналка, он убьёт Деку, сам телепортируется. ГГ пишем, выходим. Нет, не пишет Чегол пока ГГ. Он старается сражаться. Респект ему за это. Но протекторы достраиваются, понимаете? Гульки пытаются сейчас сражать протекторы. Грызутся они очень медленно. Протекторы достраиваются. Пока они будут этот протектор убивать, очень много урона пропустят. Минус одна гуля, минус вторая гуля. Какой же погий хороший. Решил сыграть агрессивно. Убил Деку. Сейчас Деку выкупают. Тут ещё сетка и мурлоки против. Это всё потому, что расу менял на орков. Придашь расу, она тебя предаст. При этом очень хорошо провожает Деку. Дека бедолага вообще. Ещё прикопочка. На, на. Землю сделал для того, чтобы регенерация шла здесь на земле. Ой, какой ты кудесник, конечно. Не поможет, кажется, только это. Третий раз убивает козла. Гэгэ пишет щегол и выходит. Ну, там ошибка на ошибке, на самом деле. Протанковал Декой, подставил Деку, отдал раз. Не сделал разведку, не знал, что там два барака. Пошёл ставить базу два. Ну, а дальше всё в руках Погича было и всё. Щегол. А потом будет плакать, что Андейду и слабая раса. А потом Фоги вернётся играть за 100 баксов с Императором. И там на 5.03 будет, и всё. Раса, не раса, вообще плевать. На хорошем пинге, на плохом пинге. То есть там, вот реально, если бы не было европейской сцены, вот сейчас бы Фогич играл в Азии, да? И там 1.120 играет в топе. Ну, там Лицфер, потихонечку Майкл подтягивается. Там ещё кто-то из Андейдов, естественно, есть. Но нет такой доминации, да? Хэпичевской. Все-таки думают, блин, Андейды слабая раса, ничего не сделать. Приходит Фоги с пингом 250 и просто унижают сильнейшего представителя расы. Надо срочно бафать. А тут как бы реально, ты в один день играешь, убиваешь там топ-2 щегла, а на следующий день просто по полной программе тебя без пинга, без всего, той же самой расой, теми же самыми стратами, просто правильное принятие решения, лучше контроль и всё, и понеслась. Поэтому дисбаланс — это такое. В текущей мете точно скилл важнее, чем раса, за которую ты играешь. Точно. Как-то так. Дисбаланс, он как бы у нубасов. Если, то значит дисбаланс. И там идут смены рас, вот это вот всё. Этот нелёгкий путь поиска причин поражений. Так, 1-0. Фогич весьма уверен в первой игре. Одержал победу. Дисбаланс в головах. Вообще в варкафте всегда был дисбаланс, и всегда он будет. Невозможно сделать игру абсолютно балансную. Но мы берём, например, дистанцию какую-нибудь более-менее серьёзную. Берём топовых игроков, типа Муна, Лина, которые не меняли страты. В смысле, не меняли расы. То есть у них жизненный прогеймерский цикл с 2004-2005 года, когда они начали брать турниры международного уровня. То есть прошло 17 лет. Ладно, мы не считаем там 7 лет каких-нибудь, когда патча особо не было. Но на протяжении там, грубо говоря, 10 лет игра активно патчилась. И баланс в ту, в другую сторону менялся. И тем не менее, на дистанции они всё равно являются лучшими представителями своей расы. Там козлы, не козлы, деревья ходят, не ходят. Блэйдмастер с этими, с виндвоком старым, не старым, неважно. Томов Экспериненс выпадает. О, спасибо, что это у нас тут такое? Вот, поэтому дисбаланс всегда был, но кому-то он сильно мешает, кому-то он не сильно мешает. Вот и всё. Но эльфы имба. Тут как бы вообще, я даже спорить не буду. Китаец с тобой не согласен. Какой китаец не согласен? Если всех не согласны китайцев ещё считать, это будет огромное количество людей. Низки. Я думал, зер геймба, а не эльфы. Ну, конечно, зер геймба. Ты строишь 4 хаты просто, и на Big Game Hunters настраиваешь, заказываешь просто пачку муты. Кто так может? А чё он удивляется, Хантерс Хоулу? Это же не гарантия второго барака. Типа это не FastEx, а всё-таки как минимум один барак коты? Окей. Ладно, хорошо. Сейчас посмотрим. Магазин. То есть пока без... Без... All-in. Ой, хороший койл. Ой, еле-еле кипер выскочил. Хантеры разве часто играются? Ну, один барак хантеры с козлом, да. То есть это нормальный такой подпуш можно сделать. О, хороший диспелл. До скелетов не достал, но зато он развёл на койл, спелил героя с маной. Красивый диспелл. Ну, там кипер уже, в смысле, ДК уже с аурой бегает. Сейчас грейд пойдёт. Ну, тыкай, тыкай, тыкай уже, тыкай уже. Уже сколько времени прошло? Зевнул секунд 10 Т2. Да, и противник, как вы видите, играет через... не играет в эксп. Ой, Антами как подблочил. Да ладно. Но сам пройти не может, козел, к сожалению. Или может? Может. Оп, оп, оп. А выйти сможем? А, хорош. Тиснул два артефакта и у себя, и у врага. Красава, козлик. Реплэшмент поушен может использовать, и Сентри Вард может поставить. Просветки нет. Да, нормальный козлик сейчас восстановится хорошо. Думайте об эксп. А может, не надо думать об экспанде. Может, Фогич будет через Димку играть через второго и фаста Т3. Это я постоянно думаю об экспанде, потому что нужно всегда... Всегда нужно о нём думать. Если вы играете за эльфа, на мой взгляд, ты всегда должен оценивать почти в любой момент времени целесообразность постройки нычки. А, он и делает базу. Иногда даже играя через какой-нибудь стандарт-престандарт, который не подразумевает на постройку базы по какому-то, ну, по текущему таймингу, ты всегда должен быть готовым построить базу. О-о-о! Привет! Варкрафт. Да. Привет. Да у нас недолго варик, Арктонс. Мы уже посмотрели, как Хавк разобрался с китайским щеглом. Мы посмотрели первую игру Фогича против 120-го. Тинкер с пушем. О-о-о! Слушайте, а здесь с базой будут проблемы. Ну, это последняя как бы серия. Но потом будет Икском. Икском хорош. Я понимаю, что ты там пока в Магадан из Москвы или откуда там вы выезжали. ехали, не было возможности смотреть весь Икс в чем, но он интересен. Сейчас у нас новый трай, победный 100%. Блин, минус код, но минус две гульки уже, судя по трупам. Арчу подконтраливает. Хантреску не отдавай, Хантреску отдает. И вот жалко Хантреску. Хантреску в такой ситуации, конечно, очень не к месту отдавать, учитывая ее маневренность и ценность. И ценность. А завтра продолжение турнира, скорее всего, также в два часа. Полуфинала и финала. Я надеюсь, что в первом полуфинале мы увидим, собственно... А, нет, что значит надеюсь? Мы знаем точно, что завтра будет играть Чимика против Хавка в полуфинале. А во втором полуфинале, надеюсь, мы увидим... Кстати, вот этот тинкер, он может боком выйти. Потому что в отличие от серии андедовских героев, он гораздо более уязвим, получается, в лейте, потому что не лечится койлом. И гораздо менее полезный, на самом деле, в лейте. Хотя для андедов всех героев хороши, учитывая наличие обсидианок. Но... Брал он его исключительно ситуативно под отмену экспанда. Это прям 100%. То есть у тебя не так много вариантов агрессивных героев. Типа взять нагу, который тоже не лечится койлом, тоже помогает пропушить. Или взять тинкера. Особо третьего не дано. Ну, как бы, а кто еще из таверновских героев? Имеется в виду быстрых. Кто не диспелится на халяву эльфам. О, добить можно огра. Фогич. Фогич пытается сразу забраться. Сразу поработать. Ну, зачем бесцельная эта беготня? А, он хочет подблокировать. Нет, это не успевает, к сожалению. Надо крепиться здесь на желтый. Или идти доедать магазин. Там же гульки все еще. Нет, не гульки. Вот важный момент. Вот он важный момент. За этого огра надо вписываться. Лечевка? Застряли, да? Э? Э? Не? А, нет, не застряли. Просто точка сбора кривая. Хороший Берн. Прикопочка на тинкеры. Пытается не подпустить. Пока там сражение идет. Все, надо собирать артефакт. Может быть, с Берна даже, чтобы скелета не добивали. Большой инвул, хороший артефакт. Да и на развороте можно деку подрезать. Конечно. А что он такой? Хантреска, видели как... Ооо, тут такой двойной блок был, вы видели? Прикопка. Фоги взял Хантреску, чтобы подблочить. Тот взял тинкера и блочил Хантреску. Офигеть. Минус телепорт все равно. Берн! Ааа. Так может там двойной телепорт? А, там уже заморозка, там не подойти. Да, не, не стоило туда лезть, конечно. Там бы-то заморожен был, не дошло бы никак. Ладно, у нас строится база. Она где-то начала строительство свое. Уже должна сейчас достроиться. Вот, и она как раз достроилась. Смотри на миникарту, что появилось. Тайминги. В голове тайминги у меня, видимо, на всю жизнь останутся уже. Т3. Хорошо. Так, где лорница в столу? Где хотя бы одна лорница? Почему мы без лорницы играем? Кто мне расскажет? Ааа, лорница между, да? Или там Магас между? Ну что там слева, Тет? Ну покажи. Ну я понял, что нычка будет. Слева там что, лорница или Магас? Собимаска хорошая выпадает в чагу. Ну сейчас мы просто должны крепиться. Закупать арбы. Второй барак. Ааа, он лолайтерская тема играет. То есть там не лорница, там Магас стоит по центру. Это масс арчи. Это масс арчи с меткостью и миллион этих. Он все равно добавит лорницу, но чуть позже. Чисто подрыг. Для начала должен сейчас наштамповать арчей, как сумасшедший. Не нравится мне эта стратегия. Фогич отлетал много раз от хапача по ней. Ну потому что в лейте арчи не представляет вообще никакой угрозы. Ты рассчитываешь на то, что к тебе придет андет и отдаст сам. А где точность? Ой, в смысле, где дистанция у арчей? У них нет рейнджа у арчей сейчас. Блин, а противник красную забирает уже. Хорошо, вейв. Что там? Не берет артефакт. Взял артефакт. Ну, ты это молодец, прочитал на китайском. А нам что делать? Варды стоят. Скрыл оф зе бист. Два барака. Рейндж только сейчас доделывается, представляете? Ну, Патма, Арба. Да, да, да. Свитоков нужно миллион для такой темы. Конечно, арчам улучшили меткость. То есть 4 к базе, к минималке, максималке. Это очень хорошо. Я не помню, если сейчас, насколько на регулярном прибавляется арче. У него 16-18, да? 1-3, скорее всего, добавляется. После грейда. Приблизительно. Что там за артефакт? Крест. Хороший крест. Свиток 1. 1 свиток всего лишь. Ладно. Сейчас надо отбиваться. Гульки выходят. У Фогича 52 лимита, у противника 54. Только у нас толпень арчей. Пошел танковать. Вот она нова. Минус арча уже 1 раз. Дима врывается. Дима может здесь. Веспы идут вперед. Свитку же пора делать. Инвул поражал. Зачем? Так рано Инвул. Где диспле... Ой, там пинк, видимо, какой-то конский. Свиток лечения. Где Берны? Блин, он 1 Берн сделан. Что за... Тинкар. Тинкар. Где Берны? Алло. Блин. Капец. Вот эти фогические темы. Когда ты за 40 секунд делаешь 1 Берн, это просто... Ой, господи, как же криво у тебя все. Ёпресса ты. Козел на Инвуле сейчас должен уходить. База еле живет. Да, давай сейчас козел еще отдастся. Забей. Димку забыл. Патма минус... Все минус козел. Выходим. Блин, я не понимаю. Это как? Ты нафига качаешь третьего Демон Хантера и не делаешь моноберны? Загадка. Он за игрой сделал 2 Берна. Притом, что у него 15 секундный Инвул, крест был. Ну, Берна это вообще основа, основа, основа. Основа основ. Там ДК с полной маной. Он прописал 1 Берн Личу и все, после этого ни хрена не делал. Проверил, увидел, что там нет базы, но противника за... Да ну нафиг, блин. Причем эта ошибка, она мега древняя у Фогича. Как, 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 как? Это такая база важная. Там когти плюс 12, видимо, да? А, нет, там Инта прибавляется, не плюс 12. Куда смотрит тренер? Да мы обсуждали с Пухом это. Но он уже не тренер, насколько я понимаю, Фогич. Фогич и так знает ли эти все ошибки? Просто это вопрос исполнения. Так, сейчас наваливать будет. Берн первый, ладно, уже начало хорошее. Арчи пытаются факту от... Патма, свиток, скролл в зе бист. Есть еще один Берн, хорошо. Даже третий получается. Ну это развал, здесь уже нельзя так играть. Ну, нельзя так выиграть. То есть, когда андельские герои прокачаны, это все. Можно даже факту не делать. 1-1, блин, 1-1, Фоги, Фоги, Поги. Поги. Прекращай, ну прекращай Арчи строить против андедов. Ну или, по крайней мере, контролить надо лучше. Блин, 1 Моноберн за всю биту. 1 Моноберн. У Моноберна 2-го кд, а секунд 6. За 15-секундный индуул делает там 3 Берна почти. Умирать спокойно может благодаря Кресту. 500 хитов. Став у него есть. Ну то есть, он просто должен был бегать и все высасывать. И главное, ладно бы там у Щегла был бы какой-то неимоверный контроль. Знаете, как у Хапача, что типа ты не можешь добраться просто до ДК, чтобы сделать саму Берн. Вот там ДК просто перед носом у Димки бегал и ничего не получал. Бегает, кидает койлы, а тому хоть бы хны. Бегает, кидает, кидает, кидает. С учетом наличия Лича, игра в Арчей это очень слабо. С учетом наличия еще и Тинкера, в принципе, перспективно. Но если ты не отдаешь экспант, если ты контролишь вражеский, если ты не даешь противнику сильной отжираться, что он тебя пушит, а ты отбиваешься нормально на свитках, на мунвеллах, на стафах. Мы же видели эту стратегию неоднократно. Но с третьего Лича уже начинается жопа. Просто потому что там Нова влетает, Арчам уже сразу хреново, они медленные, врываются гульки, они начинают кричать, умирать. Там надо сразу после каждого прокаста кидать свиток. Мне тоже эта тема не очень нравится, потому что, ну, при контроле на уровне Хэппи это вообще развал полный идет. Даже если ты там просто откидываешь койл новый, вырубаешь Арчей на дистанции, постихонечку работаешь над третьим Личом, все, и доживаешь до этого, уже этого хватает. Когда Соник будет играть в стриме, с ним можно жизнь продлить на это сто лет. Соник, кстати, вчера играл и стримил, я там по краям глаза посматривал. Фоги слил из-за плохого контроля, стратегия — это мелочь. Я тоже соглашусь, потому что, ну, вот отвергать стратегию после такого исполнения точно не стоит. То есть они же, страты проверяются на хорошей дистанции, то есть на вот большом количестве игр. И когда ты приходишь смотреть Варкрафт и делаешь это там, не знаю, ну, не каждый день по 20 каток, короче, ты катаешь и смотришь, у тебя, соответственно, выборка и понимание меньше. А когда ты приходишь там раз в неделю посмотреть, как я на Варкрафт, ты видишь, что по одной страте на определенной карте против определенного человека чувак сливает без шансов и делаешь вывод, что эта стратегия не очень. Вот это мега-поверхностный анализ. Так делать нельзя. Эхо Айлс. Здесь у нас будут экспанды с очень высокой долей вероятности. После этой партии X-чем? Да, X-чем. Причем я думал сегодня, повторюсь, соединить трансляции, в перерывах делать X-чем. Начал сканить миссии, мне прилетел террор. Все, там меня ждет сейчас террор. Ну, это типа самое сложное из регулярных миссий, так скажем. Там будет 20 тел, вместо там 7-9 там будет босс. Это будет жестко. Так что я настраиваюсь. Да, побежал ДК сразу на эксп. А Кипр сразу побежал мешать. Даже два виспа рядышком держит, для того, чтобы скелетов продиспелить. Поги, Поги. Ну покажи там Койл, ну что ты делаешь? Ну серьезно. О, сетка пошла. Неприятный вис поддается сейчас. А Кипр в другом месте вообще. То. Не отконтраливает Акалито. Минус гулька. Диспл хороший. Красиво. Сейчас не рубка достроится. Козлу надо отсюда валить. Так как опасно. Что, он не выскочит что ли? Выскочит, выскочит. Там очень битый один Акалит. С двадцатый крутит-вертит. Как бы сейчас не тельтанул Фогич и второй барак не поставил. Что я не вижу у него виспов на экспанде. Он сейчас будет в два барака играть. Два барака, погнали. Ну, что ж. У меня тоже террор висит. В пять часов не могу приступить страшно, говорит Дейч. Да нет, я не стал приступать не потому, что страшно, а потому что в терроре не это самое. Ты не можешь отвлекаться на каждые там 10-15 минут. То есть его надо проходить прям вдумчиво. То есть вот начало и до конца. Вот стартанул, через час выдохнул. Не ставит базу. И покупает тролля. Я, блин, выкупил стратегию 120-й. Сто процентов. ДК хорошо крепится. Попробует Фогич сейчас скрипт джекнуть. В принципе, возможно. Минус гулька раз. Тыкает в тролляжи с алисных троллей. Он самый ценный и самый дохлый. Но, к сожалению, слишком много здесь армии. Ничего сейчас не мешает со двадцатому тыкнуть Т2. Что? Что? Зачем? Зачем? Почему? Почему? А тролль, можешь снять прикопку с себя? Конечно. Ну, я все равно иногда прикапываю, потому что тебе для того, чтобы снять прикопку, нужно, по крайней мере, анимацию сделать. Ну, типа, прокастовать, и там полторы секунды где-то ты на это тратишь. А учитывая то, что если ты его просто остановишь ненадолго и проведешь пару-тройку ударов, у него уже третий хп не будет. Часто прикапывают тролля просто. Воспы пошли. Блин, а тут уже гуля выходит. Сразу на мейн. Фогич, Фогич, нас, нас, нас прочитали. Минус код, третья ДК. Нееет. Нееет. Ёпереса ты. Чегол-то по страткам опередил нас. Минус три кота, здравствуйте. Да там один тролль урона, знаете, сколько наносит пирсингом своим, блин, по тридцатке. По 45 на самом деле. Ну вот то, что 120, при этом еще нычку делает, я очень сильно удивлен. Он либо настолько уверен, что отобьется, либо он отчаянный. Тролля пытается убить, а больше, видите, не сразу. Хумбум. Тролля наконец-то убивает, но он столько всего принес хорошего. Минус два протектора. Минус висп. Окружают кота, мы зеваем кота, не забейте, это 1-2. Я никогда не... Что? Что? У него просветка есть, он сферой не пользуется. Так, третий уровень. Протектор достраивается. Не, шанс, теоретически, теоретически, шансы еще есть. Но очень немного. Не оставляй протектор, ты что? Не оставляй его. Прикрой протектор. Он один, совсем один. Да, но нечем прикрывать протектора. Как легко Фогич справился с 120 в первой катке, и как страдает он во второй, третий. Ну что, во второй это просто моноберн. Если вам нужен анализ по игре, просто моноберн делаем. Да, пошли баллисты, но у нас нет протекторов. Как бы толку в баллистах, если... Не, забейте, это изи просто для 120-го. Экспанд работает, экспанд прикрыт, протекторов нет. Продавить не получится. Этот кровеноболеет, нельзя его в этом обвинять. Строится с протектором. Да, сейчас мы как ворвемся двумя котами и двумя баллистами. Не подумал бы я, что... Хавка кажется в полуфинале, а Фоги нет. Минус два протектора сразу. Попытка вороваться козелу. Козел без всего. Козла можно было кружить сейчас. У-у-у-у, и Т2 тыкает. Абсолютно спокойно. Минус гулька, диспл неплохой. Как же тролли тащат здесь. Не дают мне что сделать. Бегаешь за ними постоянно, как дурак. 38 лимитом не сдается. Ну, у Фоги на задороге нет. То есть он как бы либо... Либо домочит это, либо не домочит. Устоял Зигурат. Коты разваливаются. Часть гулей прорывается баллистом. Да, это конечные друзья. Такое начало! Такое начало! И такой проваль. Четвертый ДК. Это еще один сигнал. Гули мега красные отступают. Тролль наконец-то умирает. 40 лимиток против 30, наверное, 34. Ну, больно. Мне как эльфу больно смотреть за этим. Прибегает, видит, что там эксп. Ну, это, видимо, просто мимо. Да, ГГ. Блин, ну как так-то? Чему-то Хэппич должен был научить. Ну, ё-моё. Ладно, друзья. Сойна против Люцифера. Вам на самостоятельное изучение. Турнир мы продолжим смотреть завтра по Варику. С полуфинала Хавк против Чимика. Завтра будет полуфинал и финал, соответственно. Ну, а сейчас мы... Я с чистой совестью перехожу к Икс Чому. Потому что Икс Чом пре правильно красен. Прекрасен.